Посмотрите, вот это, а дети здесь играют. Это остро, травмоопасность, в лучшем случае царапина, в худшем. Не хотелось бы думать. Ужденье попадет в глаз, в живот, то есть. Все это острые концы. Вот такие вот эти острые консорды, это вся вот эта конструкция, она здесь уже закреплена. У нас все отлетело уже, да. Вот видите, они тоже крепили вот эти. У нас уверяют, что все сделано замечательно. Сейчас спортивная площадка на Пионерской 100 больше похожа на полигон для экстремальщиков. Хотя здесь играют дети всех окрестных дворов. Уже год Мария Щепкова и Марина Табачник пытаются это исправить. Пишут твиттер, стучатся в разные инстанции. Подрядчик, который строил эту площадку, утверждает, жители сами виноваты, что ограждение разрушено. В самом начале, прям как только мы ее открыли, эту площадку, мы ее под сдачу поставили в футбольные ворота и играли в футбол. Футбол здесь не рассчитанная, эта площадка была. Здесь должны были быть совершенно другие, ну ограждающие конструкции другие. Приняли техническое решение, подобрали другой материал, который будет стоять вот с этой стороны. Ну, наверное, можно будет тогда и футбол дальше. Подрядчик уверяет, в августе площадку приведут в порядок. Поставят новую решетку и усилят ее сеткой рабицы, чтобы дети все-таки могли играть в футбол. За ситуацией следят активисты Общественного народного фронта. Они приехали проверить, в каком состоянии находится площадка. Вот эти острые торчащие штыри, это мы говорим уже с вами о нанесении тяжелого вреда здоровья. И мне очень непонятно на самом деле, почему до конца лета мы с вами до сих пор живем вот с таким вот полем. Здесь нет ни одной записочки, ни одного объявления, ни одного ограждающего элемента для того, чтобы просто предотвратить натыкание ребенка вот на эти вот у нас с вами очень-очень тонкие, но при этом очень острые проволочные изделия. Если в дальнейшем администрация предприняла все попытки, то у подрядчика однозначно не исполнение технического контракта, заключенного по итогам конкурсной процедуры, это раз. А потом, как я сказала, это оставление детей в опасности. После проверки общественники направят обращение в прокуратуру. Ну а дети из соседних дворов, скорее всего, уже скоро снова смогут играть на площадке без боязни. Елена Малютина, Семен Безгинов, Николай Епифанов. События.